Жители одного из дворов в центре Тюмени пытаются найти законный способ установить собачьи будки рядом с многоквартирником и даже готовы взять на себя все расходы, чтобы дать новый дом двум местным дворняшкам. Однако такому соседству рады не все. Мнение сторон выслушала Ольга Меншутина. Ежедневно утром и вечером Татьяна Борисовна приходит сюда за квартал от собственного дома, чтобы накормить двух собак Белку и Стрелку. Хозяева у них были и у одной, и у второй. Но вот у этой собаки хозяин вот здесь рядышком, он ее выбросил. У той собаки тоже хозяин немножко подальше. Собаки стали бездомными полгода назад. Их бывшие хозяева отказались отвечать за тех, кого приручили. Шефство над животными взяли жители близлежащих многоэтажек. Складывались мы деньгами и стерилизовали ее. Потом на будке складывались тоже так же. Собаки прошли ветосмотр, привиты. Но не все местные жители рады такому соседству. Ребенок поехал на велике кататься и собака побежала. И поэтому это укусили. Я чуть не укусила. Дети на велике не катаются, боятся этого. Вот я против. Пусть собак перенесут в другое место. Найти место для собачьих будок оказалось непросто. Прогоняют и из частного сектора, и из пустыря, что неподалеку. Волонтеры готовы нести затраты и оформить две деревянные постройки по закону. Но пока соответствующего закона найти не могут. На сегодняшний день возможно разрешение. Это только площадки для выгула и для сировки собак. Элементы озеленения, тротуары, площадки, в том числе для выгула собак. Будки тоже не предусмотрены. Установить собачьи будки можно было бы прямо здесь, возле жилого дома, на территории, которая является общей собственностью. Но для этого нужно сначала инициировать собрание собственников жилья, а затем получить согласие в большей части. И такие примеры в Тюмени есть. Вот один из таких дворов. Среди новеньких многоэтажек вписалась и собачья конура. Желающих было достаточно много. То есть оперативно за один день собрали деньги. То есть буквально неделя и будка уже здесь стояла. А вот еще подобный пример. Собачью будку поставили прямо возле хрущевки, на КПД. Но те, кто заботятся о благополучии, белки и стрелки пока не могут получить согласие соседей. Новых хозяев пытаются найти и среди владельцев частных домов. Возможно, кто-то согласится приютить собак в собственном дворе. Собаки очень добрые. В принципе, дети все гладят, играют на площадке, проходят и мимо собаки, собаки. Но я не видела, чтобы кто-то укусил. Добровольцы-собачники надеются, что вопрос с домом для животных все же получится решить до наступления холодов. Ольга Меншутина, Иван Кобин. Тюменское время.